здравствуйте это анапа сегодня 19 июня 2017 года 17 часов 27 минут я сейчас нахожусь у входа на пляж возле вот отеля золотой берег это проезд золотой берег то в ту сторону пошел вот и вот такой сегодня пляж сейчас я его покажу подробно посмотрим какое море сегодня вот сделали такой деревянный настил вот ну конечно он не до самой воды здесь он обрывается дальше пошел песок ну вот я разулся песок в общем то теплый еще не остыл сегодня кстати и солнца было очень мало с утра было опять у нас с утра было у нас 20 градусов тепла вот солнца не было и так уныло и юра мне с краснодара позвонил он следит за погодой в краснодарском крае вот а тут он говорит что до конца месяца будет будет сохраняться такая же температура вот еще и дожди будут ну смотрим какие изменения произошли на пляже вот сетка здесь натянута волейбольная она традиционно здесь стоит вот вот оно бревнышко бревнышко кабинки для переодевания это пляж пляж культурно-оздоровительного центра премьера тоже небольшой такой заборчик из сеточки сделан спасательные круги море обозначено буйками где заходить докуда доплывать можно небо серое ветерок слабый прохладный еще раз показываю пляж премьеры сейчас будет самое самое интересное и для меня и для вас да вот она комка выброшенная на берег зеленеет но это еще не все ребята сейчас я вам покажу что вы просто ахнете как я ахнул увидев это впервые вот оно вот оно поле целое поле комки смотрите какая она и сколько ее сейчас мы подойдем поближе и рассмотрим ну что комка она напоминает вату она вот такая видите вот она напоминает вату по своей структуре напитывается влагой вот и идешь по ней тоже как будто бы идешь по мокрой вате такой зелень зеленого цвета сейчас женщина мне встретилась женщина встретилась сказала что очень неприятное зрелище спросила какую роль играет власть города в очистке пляжей ну я сказал что муниципальные пляжи вот городской пляж центральный пляж там конечно обязана убирать администрация с помощью своих предприятий а арендованные пляжи должны убираться за счет арендаторов лагерь вернее пляж лагеря зори анапы ну здесь здесь комка она если там такого светло зеленого цвета то здесь она уже такая темная страшная жуткая вот идешь как по болоту ух ты ужас вот остаются такие следы да запах уже появился такой сероводорода но еще слабый он потом будет вообще невыносимый и тошнотворный вот но я думал до моря дайте но я уже точно не дойду потому что здесь уже все можно по колено не я не хочу просто я знаю что дойду но вот мужчина г.д. вы идите дойдете вот ну ладно я там где-нибудь сейчас дойду хочу просто посмотреть кайф вода а вы купались сегодня 17 градусов вода до рекомендуют врачи купаться для взрослых 18 градусов детей свыше 20 температура вот упала за этими да конечно удручающая картина я вот сейчас здесь прошел значит детский лагерь оздоровительный зори анапы потом насчет счастливое детство тоже лагерь и вот в эту сторону вот тут тоже детский лагерь планета вот у планеты уже там немножко почище вот а вот здесь конечно тут уже комка загнивает и прямо черная такой даже ну похоже на маслянистые такие какие-то пятна да но это конечно не так вот но просто напоминает вот ну если туда вот так посмотреть давайте так вот посмотрим сейчас я я снимаю сегодня на sony давайте посмотрим туда заглянем что там как там и потом немножко вам расскажу у меня сейчас была интересная беседа вот с этим мужчиной в белой рубашке вот там вот там по моему комки нету вот вот но я сегодня туда не поеду потому что у меня сегодня была цель посмотреть состояние пляжа премьера и моего любимого бревнышка и как раз здесь то и меня такая картина меня такая картина и застала и застала ну вот друзья будем надеяться что меня слышно слышно будем надеяться что меня слышно и сейчас у меня был интересный разговор как раз вот этот мужчина в белой рубашке это был как раз директор детского оздоровительного лагеря вот когда я снимал он конечно тоже заинтересовался кто такой снимает и зачем ну я сказал что я живу здесь и просто снимаю море потому что это интересно людям я это выкладываю в интернет вот и а он стоит и горюет потому что во первых это действительно такое бедствие бедствие для курорта вот это вот комка эти водоросли в этом году они образовались очень рано обычно они в июле образуются когда стоит жара а тут июнь низкая температура 17 градусов температура воды и вдруг такая масса комки он живет здесь 57 лет ну ему 57 лет из них он уже долгое время возглавляет лагерь он говорит что всякое конечно было было говорит и похуже состояние вот однажды такая была комка чуть не от буйков начиналась вот да еще говорит потом когда солнце это все высушило и там какие-то то ли змеи то ли рыбы завелись вот розовые идешь говорит а они говорит так вот под ногами и извиваются вот ну это вот одна сторона то есть это это природа от этого никуда не уйдешь это природное явление ну конечно человеческий фактор тоже играет свою роль потому что комка образуется тогда когда море загрязняется вот и комка это ответная реакция моря на загрязнение вот образуются вот эти водоросли кладофора бродячая которая поедает какие-то органические значит соединения ну которые попадают так скажем инородные в это море сегодня кстати смотрите штиль штиль вот ну и он говорит каждый год каждый год буквально молишься чтобы вот это вот комка ее унесло куда-нибудь в другую сторону вот в прошлом году он говорит комку унесло к отелю к пляжу отеля давиль вот а в этом году к нему вот значит зори и анапы счастливое детство и вот почти до планеты дошло до детского лагеря планета ну а там дальше я не смотрел но там меньше наверное и я это посмотрю в другой день и тоже покажу вот это одна сторона и вторая сторона он говорит звонил он мне кстати пролил свет на то кто должен заниматься уборкой я то думал если значит арендуешь территорию то и сам убираешь нет оказывается не так он говорит что деньги собираются со всего побережья то есть все вот сколько здесь есть пансионатов лагерей лагерей здравниц санаториев все скидываются в общую кучу деньги причем деньги говорит миллионы миллионы вот и потом они вот как страховка расходуются принесло комку допустим вот куда-нибудь в вдовиль пригоняют машины и рабочие убирают это все трактора на камазы грузят и увозят вот но в этом году он говорит почему-то такого нет он говорит я уже звонил дежурному по городу но они говорят только обещают что займутся уборкой но его как говорится комка и ныне там вот почему в этом году ее не убирают это тоже вопрос ну поразмышлять конечно здесь можно потому что мэр у нас Сергей Павлович Сергеев баллотируется и скорее всего займет место в законодательном собрании Краснодарского края в качестве председателя этого собрания законодательного вот сейчас он в отпуск ушел и с последующим увольнением то есть сейчас в городе как бы без власти то есть мэр в отпуске и вот такая ситуация на море вот я спросил говорю а как же так вроде бы наоборот если он идет в загсобрание значит он должен плюсы зарабатывать то есть чтобы люди положительные отзывы значит размещали везде в интернете о море об анапе вот а тут же говорю пойдут сейчас минусы сми подцепят значит наоборот какая-то идет дискредитация вроде бы как мэра и как будущего кандидата ну в общем я в эти в политику не хочу никуда влазить это дело их мы имеем то что имеем море грязное комка запах уже начинается и пока не убирают вот он говорит что в начале сезона вернее перед началом сезона собирали вот руководителей всех лагерей пансионатов значит вот и показывали какую-то значит машину итальянскую которую там закупили за большие деньги которая будет значит ходить пожирать эту вот комку прессовать ее и значит выкидывать и ее только увози уже высушенную без воды ну куда-нибудь там на поля или куда хочешь увозить вот но этого тоже не происходит машины этой чудо машины нет вот такая история вот я вам сегодня рассказал что такое комка откуда она берется когда она появляется и кто с ней борется вот все эти вопросы я осветил сполна ну сейчас наверное еще чуть-чуть я может быть проеду и там вот в лагере планета сниму посмотрим как там там поменьше ну а вода 17 градусов он говорит спасает то что детям сейчас купаться нельзя поэтому он говорит если раньше если здесь комка мы уводили детей в другое место а теперь 17 градусов все детей купать нельзя и поэтому ну вот выходит из этого положения вот таким образом ну люди находят способ как проводить время вот что-то увлеченно ищут на берег вытаскивают ну может быть какую-то живность пляж смена ну тут конечно на берегу меньше комки но в море она есть а здесь дети вот тоже развлекаются строят куличики в общем кто как проводит время вот ну сейчас я посмотрю как у нас вода вода вот такая ситуация сегодня на пляже ну про воду уже сказали про комку рассказал конечно печально нет ни солнца и вода холодная и пляж не очень привлекательный но будем надеяться и я в ближайшее время съезжу еще дальше туда посмотрим что там на пляже буревестник ну а на сегодня я свой репортаж заканчиваю кому понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всего вам доброго до свидания так что есть чем заняться даже в такую погоду ну а в детском парке похоже будет все таки не колесо обозрения а вот такая вот лодочка которая будет раскачиваться вот-вот-вот-вот-вот вот на такой огромной высоте так sprой так рекомендую